Сколько в городах и поселках Большого Харциска расположено воинских захоронений времен Великой Отечественной войны? На каком этапе запуск очередных трех лифтов в многоэтажках? Как в общественном транспорте города соблюдается масочный режим и чем обеспокоены жители Зугресса? Все это сегодня обсуждалось на очередном аппаратном совещании, проводившемся в онлайн-режиме. Подробности знает Оксана Ветрова. Глава городадминистрации Виктория Жукова сегодня заслушивала отчеты руководителей структурных подразделений, а также глав городов и поселков Большого Харциска в режиме онлайн-конференции. Начали совещания с контрольных поручений. Начальник УЖКХ Виталий Смык сообщил о том, что три лифта по адресам ЛАЗО-13 и Николенко-11 уже отремонтированы. Осталось только получить заключение промышленной экспертизы и можно вводить их в эксплуатацию. Начальник отдела культуры Юлия Сулим рассказала об инвентаризации и планах по благоустройству 12 воинских захоронений, расположенных на территории Большого Харциска. Возникли трудности с определением местонахождения захоронений, которые не находятся на государственном учете, которые находятся на кладбищах. База данных о таких захоронениях отсутствует в отделе культуры и музее истории города Харциска. Для получения информации о местонахождении таких захоронений были написаны письма военной комиссариат Донецкой Народной Республики по Харциску и филиал номер 5 ритуал Государственной корпорации по разработке и реализации современных технологий, донецких технологий. Согласно информации, переданной директором филиала номер 5 ритуал, на городском кладбище ими было после написания нашего письма обнаружено 20 могил участников Великой Отечественной войны. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции во всех торговых точках города и в общественном транспорте должен соблюдаться масочный режим. Теперь зайти в автобус или троллейбус без маски нельзя. Более того, пассажира без средства защиты правоохранители даже могут оштрафовать. Впрочем, некоторые граждане продолжают игнорировать новые правила. На данный момент масочный режим в общественном транспорте соблюдается не в полном объеме. Пассажиры, большая часть пассажиров ездят без масок. Просим привлечь, может, правоохранительные органы для проведения рейдов, чтобы соблюдался масочный режим. Полиция с нами на связи. Можно услышать ремарочку. Да, полиция на связи. Этот вопрос будет рассмотрен. Естественно, у нас снаряды по улице ходят. По поводу соблюдения в транспортном режиме мы возьмем тоже на контроль. Начальник полиции общественной безопасности Харциска Михаил Кияшко сообщил в ходе аппаратного онлайн-совещания о правонарушениях, зарегистрированных в течение минувшей недели, а также о работе, которой сегодня занимаются сотрудники город-дела в Зугрессе. Сбор и анализ информации о количестве жителей, работающих за пределами города энергетиков, вызывает много вопросов. Люди беспокоятся, что уже завтра город будет закрыт. Много сил сейчас тратится именно на возможное переведение Зугресса в состояние карантин. Туда очень много людей для отработки Зугресса-2, для опроса жителей. Правоохранители, а также глава администрации Виктория Жукова поспешили успокоить жителей и объяснили, что это подготовительная работа на всякий случай. Пока ситуация не вынуждает прибегать к радикальным мерам, но готовым нужно быть ко всему. Поэтому пока прорабатываются возможные варианты. Если будет принято решение о закрытии города, его жителям об этом сообщат сразу же на официальных ресурсах.